Материализм То есть люди, которые поднялись, скажем, в руку сейчас, что они идеалисты, считают, что первичная идея А идея потом развилась, породила материю, а материя развилась в человеке, снова породила идею И идея пришла к идее Да, так построена система Гегеля И по поводу идеализма Гегеля писал так, что умный идеализм лучше глупого материста Но он не говорит, что умный идеалист хуже, чем умный идеалист А что такое материзм? Материзм, прежде всего, обращает внимание не на постулирование того, а на человеческую практику А в человеческой практике люди, в своей практике, в основном матеряются И все, естественные испытатели, ученые, в основном, ну, за исключением философов и идеалистов Которые, так сказать, сами искут свои категории, какие-то свои научные системы Не считались с тем, что есть в практике жизни То есть в обычной человеческой практике и в науке Прежде всего, значит, царит материализм То есть люди исходят из того, что есть материя как объективная реальность И мы так изучаем эту материю, постигаем ее, преобразовываем эту материю И если брать, вот, начало и конец идеализма Начинается все с идеи Идея дорожевалась от материального мира до материи Потом идет так, как в материализме Потом, значит, материя дорожила для человека А человек познал себя, мир и тем самым идею И, так сказать, тогда идея пришла сама, сама к себе И материалисты, если мы так попросили, они начинают с материи Вот есть материя, материя развивалась до человека Как большая форма развития материи И так, и дальше Человек преобразовывает материю и тем самым реализовывает свою идею И материя приходит сама к себе А как она приходит? Как преобразованная материя, преображенная Не просто идея преображенная в результате, а материя преображенная Поэтому, в этом смысле, кто такие материалисты? Материалисты — это рациональные Более рациональные ученые, чем идеалисты Потому что, на самом деле, как Чехов советовал писать расказы Ну, вы расказы не имеете, но, по крайней мере, будете устаривать Писать какие-то курсовые работы Он скажет вот так Вот вы написали расказы Выкидывайте начало, конец и можете обещаться Вот так и материалисты поступают Они выкидываются сначала Эта идея, которая просто постулируется И ничем не доказана, ничем не угодится Ни в какой практике не вытекает Выкидывайте Конец, дескать, она приходится на актив И остается все содержание Философское, которое есть Которое было человечество Все научно Вот мне в свое время Пришлось писать статью Эйвер о свободе духа А Эйвер известный математик такой Математик, естественно, испытатель Не русский по происходению Ну, основной массой времени Прожил в России И является русским ученым Вот, Эйвер писал так Что вот некоторые считают Что там Мы должны в научных исследованиях Руководствоваться тем, что сказал Бог Бог Не надо на него возлагать ответственность За то, что мы там ошибемся Неправильно сделаем Мы должны говорить сами В этом более-более Чтобы связать к этому Богу Не привешивать Не привешивать Поэтому У нас есть У ученых Свобода духа Мы сами Уменили ответственность За то, что мы придумали Что у нас получилось Вот так Но Вот это открытие Материализма Это не самое крупное открытие Потому что Это открытие Кто сделал Кто Но Самые древние Философы Тоже делились На материалистов И идеалистов Да? Или первым таким известным Философом и материалистом Был Демокрин Что все состоит из азма И вот Это Такое Древнее течение И Сказать Что Вот Именно Материалисты Основной вклад Несли в развитие Философы Тоже нельзя И идеалисты Свой вносит вклад Материалисты Поэтому Не так обстоит дело Что Если он материалист То он Обязательно Хороший ученый Или если он идеалист То Он обязательно Плохой Скажем Диалекцию В последние годы работал Гегель А материализм Разработали Последовательно Кто Во-первых Фермах Который Настолько Ярко Выступил После Дегеля С критики Вообще Гегель С критикой Философской Позиции Своей книги Сущность крестьянства Что после этого Многие До сего Слывшие И идеалистами Они Они Превратились В Материалисты Вот Кто у нас еще раз Идеалисты Никто там Один из Раз Вот Вот Марк Сервис Морк Сервис Были Младыми Ирлигантами Они Идеалисты Потом Они Прочитали Сущность крестьянства И Стали Материалисты Но Но получился, значит, вот вы бегали идеолептический идеализм, а у материалистов материализм не эстетический, вот так у вас. Поэтому, значит, задача состояла в том, чтобы материализм сделать идеолептическим, это первая задача, которую вы узнали в Марте Эггерс. И они вот основали учение диалептического материализма, то есть это материализм диалептический. И второе, они применяли материализм к изучению человеческой истории, а это вообще выдающееся открытие, которое даже у идеалистов, даже и подхода к этому нет. Идеалисты историю объяснить не могут. Или я объясняю тем, что был такой царь, был такой царь, была такая идея, была такая идея, нету, так сказать, некоторое исплетение идей. И в этом смысле вот есть такая книга у Эгеля, лекция по истории философии. По частям очень интересная там, события исторические, войны, революции. А что я этим вижу? Это ничего не раскрыто. И получается совершенно случайное стечение обстоятельств. Ну и тут вели король царей, монархов всякого рода и так далее, а не народных масс. А вот Макс и Энгельс решили, что надо этот материализм применить к истории. А применить к истории надо было найти, как его применить. Что к истории вступает как основа, а что как основа. И вот они, применив материализм, диалектический к истории основали исторический материализм. И первую лекцию, вот последняя из нашей лекции, а первую лекцию к нему мы уже слушали. Прошлая лекция была посвящена определяющей роли материального производства, да, возглавляющей материализм, материи и сознания, общественной бытии и общественное сознание. Вот таким бытием, которое является определяющим во всей человеческой истории, оказалось материальное производство. И от такого простого тезиса, что для того, чтобы заниматься там конфликторологией, философией, музыкой, рисованием, для этого надо сначала есть, пить и одеваться. И лить крышу над головой. И это вечное условие человеческого существования. Вечное. И вот они это развили не просто вот такой тезис, который, ну, как говорится, почти очевиден, да, если им легко согласиться. А они развили это в строительную теорию, что движение материального производства обеспечивает движение и определяло движение и всех других сторон жизни общества. и политики, и идеологии, и всего того, что составляет историю. То есть история развивалась на основе развития материального производства. И нам потребовалась система, соответствующая, и категории соответствующие. Вот такими категориями, которые являются категориями исторического материализма, стали категории, которые связаны с типизацией, с рассмотрением исторических типов материального производства. И выяснилось, что таких типов материального производства очень мало. А сколько всего типов материального производства? А можно сказать, два. Или производство основывается на общественной собственности, или производство основывается на частной собственности. И третьего нет. Ну вот, допустим, если собственность всех членов общества, кроме одного, это какая собственность будет? Частная или общественная? Частная. Частная, это часть такая, большая часть. Человек, это же не какой-то кусочек, правильно? Человек. Вот все кроме одного, вот все мы собственники, а вы, как грустно, сидите на предпоследней партии, по самому, что вы не собственник. И все. Это вы частная собственность. Поэтому, может быть, государственная форма частной собственности. У нас в России есть государственная собственность? Есть? Ну, как она, в какую роль играет? Сколько процентов ВВП на государственных предприятиях опускается? Скажите, пожалуйста. Примерно. Уколо 40. Уколо 40. Говорят идеалисты, поскольку они оторваны от материи. А материсты, а именно у нас есть такой Артемьев, который выговорит на антимонопольный комитет, вот он посчитал, что у нас 70% ВВП, что дается англосударственное предприятие. 70%. То есть, англосударственное предприятие какая собственность? Частная или общественная? Частная. Причем, потому что государственная какая? Какого класса? Буржуазия. Буржуазия. Ну, буржуазия не часть общества. Это общая собственность, общая, коллективная сущность класса буржуазия. Общая. Ну, и поскольку это общая собственность, можно тут говорить о том, что тут есть коллективная форма частной собственности. Ну, а акционерное общество, это что такое? Это тоже коллективная форма частной собственности, правильно? А акционерное общество тут продают, покупают эти акции. То есть, если вот эти контрольные пакеты имели, то вот эти контрольные пакеты. Особенно если бабушкам-старушкам в Сибири продать их. Нету самой уже эти акции. Чтобы можно было, имея пять процентов, акции управлять этой монополией. Почему? Потому что у нас есть такой закон об акционерных общихах, который приняла Буржуазия. В чем он состоит? Он состоит в том, что вот акционерное собрание решает все вопросы. Поэтому, значит, вот собирается акционерное собрание. Для этого есть специальный, так сказать, орган, который следит за этим делом, чтобы все это было оформлено. Как следует. Проводится акционерное собрание. На акционерном собрании оказывается, допустим, 20% членов акционеров. 20% акций. Как считается? Общая сумма акций. И вот какой процент представленный будет. Тогда это собрание считается несостоятельным. И проводится второе собрание. Согласно закону акционера. Для второго собрания уже нету требования, чтобы было больше половины акций. Вот. А требование одно. Чтобы вот сколько у акций присутствует, от этого большинства, от этого количества и берется уже голосование. А у меня, допустим, 300 акций. А у вас по одному. Здесь сидят. Ну что, давайте голосовать. Кого избегаем в процедуальному акционерного собрания? А вы можете не поднимать, все равно у вас мало. У меня 300 акций. Но вы понимаете, что у вас меньше 100? И немного больше 27. Меньше 27. Ну, можете поговорить с вами, пожалуйста. Голосуйте, если ходите туда. Ну, кто там против? Мы его предлагаем. Так. Второе предложение. Как будем распределять саморазвальный вопрос? Прибыль полученный. Есть вот люди, вот сидят, которые предлагают, чтобы мы дивиденды выплачиваем. То есть на акцию, там, допустим, 100 рублей на акцию. Если у вас 10 акций, 1000 рублей, 100 акций. 10 тысяч, 1000 акций. 100 тысяч и так далее. Ну, так как вам голосовать? Я вообще выступаю за то, чтобы дивиденды вообще не платить. Голосуем. У меня тряхся. Голосов. А у вас? Может, у кого-то есть? Голосов. Товарищи, я здесь. Голосов. Так. Проволосовали. А что будем делать тогда с этими деньгами? Да как что делать? Я думаю, надо поощрить кого? Гугландителей, акционерного общества. Я, председатель, все доверят того. Просто на кирпичах. У меня вот есть вот заместитель, я второй заместитель. Вот этой и тройки. Но у меня половина, а именно у меня пополам. Так, голосуем. Мои три стартки. Молодцы, молодцы. Дружицы, молодцы. А вы? У нас все демократические. А что по закону? А что это значит по закону? Диктатура буржуазии. Вот и все. То есть, очень важно было найти такой критерий, по которому можно было бы объяснить движение общества. Почему и так, что, как происходит. И объяснить это не из головы, что люди просто придумали. Или выдумали. Или люди злые. Что капиталисты плохие. А не плохие. Изначально, мы не делали в этом. А дело в том, что есть определенные экономические процессы, эти экономические процессы, и другие изменения в обществе. Меняется материальное производство. Если в материальном производстве действует такой закон централизации и капитал, то хотят это или не хотят капиталисты, действует закон об обществлении производства. И общественное характеропроизводство все больше вступает в конфликт с частной формой присвоения. Вот сейчас как выглядит конфликт. Вот представьте, что я крупный, 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 крупный капиталист. Если я крупный капиталист, ну зачем я буду сидеть вот здесь, в Ленинграде, в такую погоду, когда там вот в теплых краях, на теплых морях. Так хорошо, и у меня там есть и дворец, и берег моря, мой, мне принадлежащий. Так, и парки, у меня там есть и сады. И чего я тут буду находиться? Так, кто хочет быть у меня генеральным директором? И сколько вам надо, сколько денег? Сколько денег? Пол процентика хотел 5. А? Хотя бы процентика в 5 отрибыли. Сколько? Процентика в 5 отрибыли. Нет, процент это не ваша компетенция. Я знаю, сколько денег вам надо, рублей? В месяц? Ну, 5. 5? 5 миллионов. Что на право? Какие деньги, он не серьезные, если вы, что-то на ничего серьезное не делали. Вам сколько надо? 50 миллионов. Ну, вот 50 миллионов, нормально. Значит, 50 миллионов. Значит, в чем ваша задача, в чем моя задача получать прибыль? За очередом ваших 50 миллионов. Понятно, да? Чем больше, вот, размер прибыли вас не касается, главное, чтобы он все время рос. А как только он упадет, вы уже у меня не вернете. Вот как только. А вы мне каждую неделю не забудьте смс прислать. Почему? А смотрю, написано прибыль, прирост прибыли. Все нормально, продолжается получать 50 миллионов в месяц. Так только, нет? Все уже. Так, а вы сколько хотите? 25. Сколько? 25. Несерьезный человек. А вы сколько? Ну, сколько. Сколько. Значит, если она вот где-то вот так вот у нее начнет падать, тогда вам что? И вы разбираете. Я все равно ничего не буду делать. Вы поняли? Меня тут не будет. Мне тут ничего не надо. Я уже знаю, вот вы, а вот вы знаете, что как только вот 50, и будете долго получать 50. Как только приводит, все, он будет получать 100. И вот так, 8-я, будете меня в 1-ю неделю прислать. То есть, зачем, спрашивается капиталист, что сейчас управляет проект при этом. Ну, зачем я здесь буду участвовать? Я вот сейчас шел таскливым утром мимо по берегу, по Укзардалской крепости. Ну, мне все равно холодно купаться. Ну, солнце там уже загорает. Ну, это ну что тут загорать? Там совсем другие моря. Красота. Тоже в ней горит. Я даже не знаю, сколько надо видеть. Ну, чем такое? Всегда. Несерьезный. То есть, развитие идет таким образом, что общественный характер производства развивается объективно, и сами капиталисты способствуют его созданию. Правильно? Ну, вот крупные монополии. Крупные монополии крупнее же. Это только у нас вот наша дурная бургардия. Она почему дурная? Потому что она вышла из кого? Вот вся бургардия прежняя, скажем, российская, она вышла из кубцов, инженеров, изобретателей. Это организаторов производства. Ну, из кого вышел Чубайс? Из жуликов. Которые ненавидят производства. Ну, кого вы знаете, я здесь уважаю, потому что эти бургардия, которые что-то развили серьезно, потеряли. То, что они украли, там, добрали, приватизировали. То есть, было ваше, стало наше. Великое настое, великое имя. А что, какие заводы построили? Называю цифру. 32 тысячи в войну потеряли завод, а после вот эту перестройку с 90-х годов в конце еще времени 78 тысяч предприятий. Вот, товарищи, организаторы производства, новый класс пришел. Но он в кавычках, поскольку он перелицован и старый. То есть, это вот процесс объективный. И речь идет не о том, что мы сейчас будем кого-то обвинить, а речь идет о том, что, как объяснить этот процесс? Объяснить процесс можно только материалистически, если мы будем исходить из того, как развивается производство. И в производстве будем различать экономические интересы людей. Экономические интересы, где они у нас в голове, или в производстве. Вот если я хочу узнать, что вам выгодно, надо мне спрашивать? У вас нет? Не надо. А зачем? Я знаю, вот студентка. Сказать вам, что студентку выгодно. Чтобы они получали отличные оценки и хорошие представители и чтобы это на бумаге еще было отравлено. А то вы уйдете, и я-то знаю, что вы умные. А очень никто не знает. И никто вас никуда не возьмет. Я неправильно это говорю. Зачем вы так к вам приставите, спрашиваете, что вам выгодно? Ну, про вас рассказать, что вам выгодно. Да, то же самое. А мне выгодно, чтобы у меня студенты хорошие оценки получали. Да. Конечно, скажут, хорошие преподаватели оценят отличные оценки. А кому более выгодно, чтобы вы учились хорошо, вам или мне? Мне зачем? Мне какая разница. А времени не хватит за это в трехе? Вы же учите. А, вы же учите. Удившит, для кого? Для студента, вы же для преподавателя. Казачьи, вот так и все. Конечно, я верю, он здесь создан университет для преподавателя. Это очень смешно. Нет, мы научную работу ведем, потому что помогли, что для того, чтобы были хорошие преподавателя, особенно в ученых живут. Это понятно. Но, конечно, университет создается для обучения студентов, поэтому я, конечно, тоже не интересовался, что вы были хорошими студентами, но, наверное, вы это больше заинтересованы. Кто хочет, кто должен делать вам в том, что вы уже сесть, кто будет есть или кто смотрит на то, кто там будет. Что тут думаешь? Я, как вы, со стороны, смотрю на это, правильно? Я у вас сейчас курс прочитаю и до встречи, так сказать, если будет сечь на других курсах и все. Там и другие преподаватели, а вы должны сами, целое, кто представляет, вы целиком, за всех курсов отвечаете, чтобы они у вас в голове остались, а если у вас ничего не останется, кто иного? Саня иного. А что такое экономический интерес? Вот надо в этой категории разобраться. Что такое экономический интерес, раз уж мы хотим быть материалистами в области истории. вот в Вегер потенок выявляли, что он написал интересы ведут жизнью народу. Не мыслей написал Вегер в Вегер жизнью народу, и не идеей, несмотря на то, что он написал интересы ведут жизнью народу. А что такое экономический интерес? Я вам определение не дал, и этих определений вот, так сказать, прямо, прямую не найдете, хотя наиболее близко к этому подошел Ленин, когда есть такая статья «Куи Продес», кому выгодно. Вот все люди будут жалкими, жертвами, обманом и самообманом политики, пока они за тщательными программами, заявлениями, обращениями не будут разлицовать интересы классов, и они не будут ставить вопрос «Кому будет?» Ну вот в соответствии с этим экономический интерес – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, в производстве, которая показывает, что им объективно выгодно. Не что они думают об этом, что им выгодно, а что им объективно выгодно. То есть что улучшает их положение или ухудшает и в какой мере. Какие действия или изменения улучшают, а какие действия или изменения ухудшают их положение и в какой мере. Вот это характеристика. Это характеристика чего? Она характеристика бытия без сознания. Это характеристика экономического бытия что вам выгодно в силу вашего положения. Что вам выгодно студенту в силу того, что он студент. Ну тут легко. А что выгодно продавцу, если он продавец подешевле продать или подороже. И вот этот самый продавец, который только что стоял и продавал продукцию в своем ларке, вышел из ларка и решил пойти напротив купить пирожка. Они спрашивают, почем у вас пирожки? А чего другого? Он теперь кто? Он теперь покупатель, а покупателю что выгодно? Чем меньше цена, правильно? Это ему выгодно потому, что он какой-то другой человек, у него что-то в голове изменилось. Я обращаюсь к товарищем идеалистам. Нет, изменилось его объективное положение. Если мое положение такое, что я продавец, мне выгодно, конечно, подороже. А если у меня положение покупатель, то ясное дело, что мне выгодно. Мне выгодно, конечно, подешевле. Вот у нас у власти в советское время стоял рабочий класс. Рабочим что выгодно? Чтобы цены расшли или остальные что выгодно? Падали? Чтобы цены падали. А объективно, что происходит вообще с затратами? Затраты труда, с ростом развития труда сокращаются или увеличиваются? Увеличиваются. Затраты увеличиваются, с ростом развития труда. Выросло развития труда, значит, что я за то же время могу сделать больше. Если я за то же время делаю больше, то, значит, в этом продукте или в товаре содержится меньше труда, правильно? Если я в два раза делаю больше продуктов за восемь часов, значит, восемь часов будет делиться на количество продуктов в два раза больше. Это будет в два раза уменьшение. И нету таких производств, и нет таких продуктов, которые бы с ростом развития труда не имели бы меньшую трудоемкость. Трудоемкость – это вот сколько труда содержится в этом товаре. Трудоемкость везде сокращается. И тем не менее, вообще, у нас, так сказать, с экранов телевидения, по радио и так далее нам рассказывают. Всё. Что за трансы растут? Контрольный вопрос. Цены растут? Так, сейчас снова контролирую. Цены растут? Да. Всё, снимаю. Так, наукандидата, привет. Цены. Как? Цены они растут и повышают. Ну, где вы видели цены, которые растут? Кто же идеалисты? Ну, где цены растут? Вот знаете, сможете, если ценник? Ну, где вы такое видели? Ну, в фильме, может, как-то повезет, чтобы вдруг так они превращаются. Ну, где вы такое видели? Цены всегда повезут. Вот почему сейчас ценников нет, что так быстро повышают цены, иначе надо сказать, потом бумажки какие-то оторвут, прицепить, а на них насорапают. За новую цену. Снижение затрат по мере развития производительности труда у нас население падает, не знаете? Падает население у нас, и рабочих у нас, количество у нас становится всё меньше. А продукции больше, становится не сильно, но становится больше продукции. Но ещё большее количество продукции, а рабочих всё меньше. что получается? То получается, что рабочее время меньше затрачивается, и тем самым, на большее количество продукции, тем самым, затраты падают. У нас медленно падают, потому что у нас медленно повышается производительность труда. А для того, чтобы не видеть, как она медленно повышается, вообще молчат про нее. В основном молчат. Никто не сообщает ни у людей, ни у людей, ни у людей. Вот у нас радость, повысилась производительность труда. Вы слышали? Потому что если повысилась, так что тогда? Вот на фитинге, краны и так далее, на трубы, водопроводные, что не повысилась производительность труда? Пластмассовые стали трубы делать. Одно дело, руду добыть, потом сделать из нее сталь, потом делать, значит, прокатный стан, который будет трубы делать. Держать себе и пластмассовые трубки этой выдвинуть. Что-то она не стоит. А затраты на жертвы больше и больше. Чего затраты? Объявленные затраты. Проблемы нету. Никто есть. Вот 2 раза будет больше стоить. Почему? Потому что монопольная цена. А если я монополист, могу ли я восстановить с вами больше? Больше. Ну, что-нибудь я, конечно, делаю, по-другому будет. Черный не будет уже. Черный, а то подумай, что это по такой же цене. И будет выработать второе. Привожу данные. С 42 по 44 год. В Советском Союзе. Производительность труда. Производство военной продукции. Производство пушек, танков и самолетов. Выводство, другие. Соответственно, если производительность труда выросла двое, то затраты на труда. Производство одного фанка, одного самолета. На одно флирическое орудие. Согласилось только в двое. Производство военной техники. В итоге, цены на военно-техническую продукцию. 42 по 44 год. Разгар. Сам разгар. Перелом. Сократились двое. Затраты на военные. Нужды. 42 по 44 год. Сократились. По-менее все время выглядит как сказка. Потому что, на самом деле, если я хочу вас ободрать, значит, я что делаю? Я вам скажу. Я хочу, чтобы вы повышали потребность труда. Так она уменьшается. Раз. Тогда и так вроде все у меня приближается. Что с ростом разочнись труда. Потом я вам уменьшаю вашу зарплату. А как я ее уменьшаю? А не пять. И вот. И вот. Санкт-Рабан. Он раздал него 5,5%. Что такое 5,5%? Два с половиной. Два семьдесят пять. У вас заберут денег. Реальный зарплат. Два. И третий. Я устанавливаю монопольную цену. Я монополист. У нас еще монополисты теперь. Куда вы вылезли? Вот только у меня. Все. Больше нету детей. То есть я раз. И еще и монопольную боюсь. Просто я слабо взял деньги. И это все накачивается, 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 накачивается. А это что? Это потому что они плохие, что ли, люди? Или потому что это выгодно, как продавцам? Если вы будете продавец. Вот вы бы сейчас у меня работали. За пятьдесят. Вы платили, делали. А откуда бы вы? Как бы вы так делали? А он вот. Посмотрите. Это хорошее. А он вообще зверь. Народ бы нищий оставил. А свои страны получил. Думе я бы отправил. А почему? Ну потому что у меня положение такое. Правильно? То есть экономический интерес, это характеристики не человека, а положение. Вот если я десятой в очереди, я какой-то строгий должен быть. По поводу того, что там никого без очереди не пропускают. Правда? Ну я вторую очередь, я в долгую буду. Правда? Ну я думаю, пройдет. Ничего не пройдет. Ничего не пройдет. Поэтому очередь сама выставляет там с конца. Допустим, прохранение очереди. Жилую очередь, надо сказать, давали эти склады в советское время. Кого надо там вставить? Ну того, как бы еще не скоро получить. То самое. Жилую. Ага, кто-то второе? Кто-то получит? Кто-то будет играть? Да ладно, там нарушит кто-то. Ничего страшного. Вот это надо усвоить. Это одно из самых главных вообще в истории. В историческом мажоризме объясняют поступки людей не из того, что у них есть в голове, а из того, что им выгодно из-за личного политического положения. Вот что им выгодно? Это не значит, что люди не могут переходить на позиции другого класса. Могут, если они это оформляют, имея одно положение. И тогда есть конфликт между их экономическими интересами и их политической и идеологической позицией, может быть. Поэтому мы знаем, что, например, были такие дворяне, которые выступали за освобождение христиан, декабристы, да? Ну, а им экономические интересы какие у них были? Ну, обогащаться и сплатируют христиан. Но они поднялись на них. Поэтому это не идеалисты, это идеи для людей. Они знают свой интерес, прекрасно знают, что это выгодно, и делают то, что выгодно громадному большинству. Вот эта позиция, можно сказать, демократическая. Не то, что проголосовали не-нибудь. Проголосовали в Думе? Вот, скажем, недовольны тем, что пять лет отняли у народа до пенсии. Так сказать, а те, кто отняли, скажут, так, вы, ребята, вы на нас же голосовали. Дума-то им понравились. Это вы же голосовали? Или не ходили? Ну, не ходили. Значит, вы не ходили. Мы не хотели решать, без вас решили. Это ваше дело. Ваш выбор. Так. Дума избрали. Дума голосовала? Голосовала. А вот кроме Ениной России, кто-нибудь проект предложил? Другой проект. КПФ предложил? А что мне предложили? Ну, вы были бы депутатами. Чего? Не могли бы предложить проект? Ну, чтобы возраст сократить. Пенсионерам. Рабочие битвырины сократить. Принга повысить полтора раза. Пенсию повысить. Трудно вам было такое сделать, как на проект. Четыреста тысяч рублей получаете в Думе сидите. Пенсия у вас будет. 75 процентов от дохода. Триста тысяч. Ничего не делайте. Вот таких билетиков сидите. Не говоря о том, что в Совете Федерации во время и время выказалируют комитет из-за кореневых преступников, потому что они пользуются правом неприкосновенности. Но специальное решение Совета Федерации, что можно было привлечь к уголовной ответственности. Убийцу. Вот нас с вами сразу можно привлечь, если мы друг к уголовному делу. А вот члены Совета Федерации нет, надо назвать решение Совета Федерации. А там многие такие сидят. И они не очень неохотно решают такие вопросы. То есть мы добрались за с вами серцевины того, что такое исторический материализм. Вот в истории ничего иначе не объяснишь, если будешь исходить из того, что кто сказал. Вот, например, Гориновский, он просто все говорит. Вы тут сидите, отдайте деньги ваши все воровые, отдайте эти пожилые, отдайте песни, что у них были. Ну что? Что делаете с ним? А он почему не выдался проект? Какой? Что болтается там? У него есть проект? Какой порядок в доме есть? Люди, которые обладают правом законодательной анициативы. Вот все депутаты Госдумы, все, на единомое. Не то, что фракция там целого. А нет, каждый депутат. Имеют право внести любой законопроект. Внести? Не внести человека. А вот мой коллега, который, когда я с Федотовым Константином Васильевичем проработал проект, который его выходит, вот Шейн его вносил. А тут Шейн его критиковал. Вот шляп и внес. Проект говорю, ой, он не внес. А ну, просмотров, как он выступает против. Ну, так против, ты что против? Меня будут бить, а вы будете сядь, а он говорит, а мы против того, что я убью. И много заберешь, и мне говорят, мы категорически против того, что я убью. Ничего себе заходит за позицию. Справедливая Россия тоже хорошо в мир он выступал. То есть, поскольку голосами Единой России спокойно можно провести их больше половины, то эти решали задачу собирания ректората на будущий срок. и КПРФ, и КПРФ, и КПРФ, и КПРФ. А вдруг что-то будет с Единой Россией? Тогда вот эти дублеры будут. Вот как здорово сейчас воюют Трамп и Клинтон, да? Как они воевывают. За что они воюют? За что они воюют? За что? За интересное американское буржуазие они воюют. Ни за что другое они воевать не могут. Если кто-то будет делать другое, то он нам вылезет так. А все смотрят в конце. Сейчас вот мы с вами, давайте поругаемся. Безобразие, как вы тут себя ведёте. Ну, скажите, правильно, плохое. Вот правильно вас снял. Вот он скажет. Я? Конечно. Ещё и говорю, сдавайте я. Правильно, Евраз снял. А потом мы вышли в переговоры, можем чай пить вместе. И смеяться над теми, кто думает, что мы делёмся. Ну, это же всё концерт. То есть, мы устремляемся вглубь. Но не в смутную глубь, как я тут веке писал про якобы. Он говорит, какая философия, она же нас в самый глубь. Вновь смысл. А мы тут ясны, что выгодно, надо знать всегда. То есть, поэтому, скажем, как устроено любое государство? Государство всегда из государства одного класса. И государство делает то, что ему выгодно. И ставит тех чиновников, которые будут делать то, что им выгодно. И выменяет тех, которые не делают то, что выгодно этому классу. Вот я вот двоих вот стафферсов не выгнал, видели? Они не успели даже похаляствовать, а уже выгодно их. А почему? Я потому что думаю о своей выгоде. Думал, а не о выгоде. А они, пускай, думают о своей выгоде. Значит, интерес – это такая характеристика положения людей в системе производственных отношений, которая показывает, что им объективно выгодно. А именно, что улучшает или ухудшает их положение в такой мере. Вот это характеристика. И сколько у человека интересов? Очень много. Есть долговременные интересы, связанные с какими-то большими мероприятиями, изменениями, да? Что будет с этим мероприятием? Есть кратковременные, текущие, всеминутные интересы. И вот есть разные люди. Одни люди исходят из коренных интересов, скажем, движения, то есть, скажем, партии, великласса. А другие – из текущих, сегодня. Сейчас надо как-нибудь тяп-ляр встать, а потом видно будет. Потом следующие – тяп-ляр встать, а потом получается тяп-ляр встать, а потом получается тяп-ляр встать, капиталист, этот самый специалист, бакалавр. Тяп-тяп-ляр встать. Вот по этому поводу Ленин в одном из материалах уже цитировал, что люди будут глупеньками, жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся ставить этот вопрос – кому выгодно? И вот есть определение оппортуниста. Какой? Оппортунист. Оппортунист – это не говорится, что это плохой человек? Оппортунист не предает своей партии, не отходит от нее, он искренне и усердно продолжает служить ей. Не отходит, не предает, не отходит. И искренне и усердно продолжает повезти. Но его характеры – это податливость, настроение в минуты. Вот он начал делать какое-то большое, хорошее дело оттуда. Но настроение было другое – пошли с товарищем выпили. Но это подойдет, оно большое. Чертное, срочности нету. Прямо срочности он встретил друга. Идеалисты. Пошли за идеализм сначала, потом за махиализм, потом за салексизм и пошло. А дальше начали за империкратицизм, империчный умолизм. И так это просто хорошо. И так хорошо. Так вот, портунист не предает своей партии, не отходит от нее. Он искренне и усердно продолжает служить ей. Но его характерная черта – податливость настроению в минуты. Неспособность противостоять моде. Вот здесь есть способность противостоять моде? Есть? По-моему, у вас там кто-то написан на иностранном языке. Я читал, читал – урбан. Горожане. Урбанизация. У нас сейчас в городе так же выглядит, как все равно они. Урбан. Вот. А товарищ, я здесь, он не выиграл, не виситит. За белых он или за красных. Поэтому, что он переоденет наоборот. И тогда впереди будет красный. А сейчас еще впереди белый. Стоп. Если белый наступает, он впереди белый. И красный – впереди туда. Вернемся к определению. Апортунист не предает своей партии, не отходит от нее. Он искренне усердно продолжает служить. И на его характерная черта. Податливость настроению минуты. Вот сейчас мы затасковали и ничего не делали. Затасковали. Перед экзаменом все не готовились. Почему? Нет настроения. Готовится. Податливость настроения минуты. Неспособность предоставить в моде. Беспринципность и бесхарактерность. Принесение коренных интересов движения в жертву побочную и семинутную. Так, вот у меня сейчас будет к вам вопрос. Принесение коренных интересов движения в жертву побочную и семинутную. Вот вы, мы вас учим или вы сами учитесь? Сама учусь. Вот это ко мне вам интересно. Она учится. А если вы будете настраиваться, что мы вас учим, ну как можно научить человека? Сам не учиться. Неважно. Вот вас можно научить. Есть еще какие-то, которые у нас не сами учатся, а которых учить надо? Учусь. Уч... как. Хорошо просто... учусь себя. şey быть с ней. Что значит учусь в себя? Ну с помощью. Понятное дело. Если у вас было разница, вы задали мне вопросы, я не ответил, у меня было такого. Ну если вы не задаёте вопрос, чтобы я ее не отвечаю, я вообще много вопросов от вас вообще не слышал. А вот у меня был к вам один вопрос, который вы, так сказать, затерли, как оппортунисты. Был разговор о том, что вы запишите ответы на демонстрационный вопрос. Был. Хоть бы один подошел ко мне и сказал, вот, листочек, все это, я написал. Ну, кто-то подошел. А что ждете? Репрессии идете. Ну, зачем вам репрессии, может, у вас появление? Это вам если не надо, а если вы меня принесете, я буду с этими вашими лисками разбираться. Не принесете, а я и не буду с ними разбираться. Вы до него, до него, я буду с лисками разбираться с людьми. Такие, такие все хорошие, все, как будто никто ничего не вспомнил. Ну, было дело. Мы же специальную лекцию пропустили. Что, украли лекцию? И еще мне для меня где эквивалент? Это денег, что ли? 50 миллионов, или нет, это сто. Ну, как вы меньше не оцениваете? Знания надо высоко оценивать, правда? Где в этой странице? Нету. В этой странице где? Ужас. Конфлектологи. Позорец. Высокое звание конфликтологов. Ну, худо поругали сами тогда. Какой-то как-то люди тогда какой-то устроили. Тихо-таки, все сладкие, все хорошие. Так. Ну, вот это очень важное определение. Это не название, что свой человек плохой. Люди сплошь и рядом, а кто не встанет. Коренные вопросы. Некогда это делать, надо вот это делать, вот это, а это все. Надо вот это прочитать, вот это надо вот написать, ну, это все потом, 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 потом. Экзамен-то восточный будет. Это, ну, входит в систему коренных интересов. Если экзамен не перейдешь, в университете они не будут учиться. Это все понимают? Ну. Это прямо на дороге, на главной дороге. А все ждут, что это обязательно должны начнут трясти. Говорят, да ладно, и что, да не давайте, как хотите. Это мне только нагрузка выполнительно. Так. Ну, вот это очень важная категория, которая позволяет нам, в области исторических явлений и процессов, быть материалистами. И входить из того, что там, вот чем я интересуюсь, а тем, что в моих интересах. Видите разницу? Чем я интересуюсь, и что в моих интересах. А чем я интересуюсь, это тоже важно. Правда? Вот вы сейчас интересуете телефоном. А что это значит? Определение. Можно, что значит, интересоваться чем-либо? Это что значит? Не можете. Интересоваться можете, а определение можете? Не можете. Определение, это вот уже другая категория, другой науки, психологической. Есть интересы, в смысле психологических интересов. Что привлекло мое внимание? Вот я смотрю за вами. Внимание на вашем этом телефоне. А перед этим вы. Вот когда вы на нем скрыли ваше внимание, а это стало предметом вашего интереса. А сейчас стало предметом вашего интереса, что я по этому поводу скажу. Понятно, да? То есть, если я интересуюсь пением, чтением, рисованием, это что? Это интересы психологические. Это никакого отношения к экономическим интересам не имеет. И можно такое создать предположения, в котором были бы и экономические интересы, и категория психологии тоже интересны. Например, кто такие пьяницы? Они не заинтересованы в том, чтобы интересоваться воткой. Не заинтересованы в том, чтобы интересоваться воткой. Курильщики, они не заинтересованы в том, чтобы курить, но интересуются они, а есть ли какие-то сигареты, там для них это рисуют картинки, разложившиеся, легкие, рак того-сего и так далее, и для них сделаны специальные шкафы, что даже завидно, нам доступа нету, потому что у нас нет интереса к этому, а им открывают, что-то такое заветное, со страшными картинками дают, они выпускают, 70% облачают тех, кто не будет, поэтому не заморачивайтесь этими затратами, вы и так будете идти по улице, по городу, по парку, вы обязательно надвижитесь в какой-то мере. Это проверено, и совершенно бесплатно, и ничего не надо покупать. Это будем. Так, ну вот, поскольку речь идет о интересах, значит, речь идет о положении в системе производства. А система производства устроена как? Либо это система общей собственности на кресло производства, которая всем будет на одно и то же. Если у нас общая собственность, ну, больше у нас будет пирог, и каждый получит больше доли, правильно? А если у нас не общая пирог, то вы уже видели, она вот получала 50 минут, этот, что, но недолго. А я все равно буду это получать, вы будете все работать, и я все буду получать. А вам выгодно, чтобы вас не выгоднили, потому что вы вообще останетесь туда без юбилей. Как вы думаете, безработица почему? Потому что капиталисты не в состоянии посчитать, которые управляют нашим обществом. Сколько есть рабочих мест? Нет, они в состоянии, они посчитают. И уменьшили число рабочих мест, чтобы за вами, когда вы будете стоять, и какие-нибудь замечания, у меня с одной очереди было, я сразу в вас туда, а оттуда на ваше место. И все. То есть это называется маркс из капиталя, резервная армия труда. То есть у вас должны быть вирены на газ, чтобы вы особенно не требуете получать закладу. Вы будете требовать закладу, вот за вами, чтобы вся наша будет на ваше место. И уже уходили. Потому что вы требовали заходить. То есть если у нас общая собственность, то у нас общий интерес. Если, конечно, эта общая собственность еще не развитая, как у нас была в Советском Союзе при социализме, это какая собственность? Это государственная форма общественной собственности, как разумно-толководная форма. Две формы подчинения производства общественным интересам. А распределяют как? Только половина, чуть больше половины распределялась по потребностям. Все работают. Ну и у кого есть потребность, вот, допустим, зубы замоделили? Это не значит, что если вы ударницы, а с коммунистическим трудом, то вам надо больше зубов вырвать, а не меньше. Нет, если вас зубы не боят, не надо отстрогать. А я заболел, меня будут лечить. Вы доволеете, вас будут лечить. А я, а сейчас наоборот. Если вы не серьезно заболели, идите, вас полечат. В поликлинике и даже в больнице бесплатно. Если серьезно, ищите товарищей, друзей, родных. Собирайте деньги, как говорится, для того, чтобы обеспечить все высокотехнологичную медицину. Высокотехнологичную, высокозатратную. И так далее. Ну вот, если разделить все общества на типы, то получается всего два типа общества. Общественная собственность, в которой лежит два основных производственных отношений. И частная собственность. Либо производственная собственность, которая обеспечивает общественную собственность, либо производственные отношения, которые обеспечивают частную собственность. А эти два типа тоже можно разделить. Вот те общества, которые обеспечивают общественную собственность, как называется? Не знаю. Хорошо быть студентом, потому что, кстати, я не знаю, как вы вообще-то... Ну, профессор, я не знаю, как это вообще-то, какие-то, наверное, все-таки надо сразу. А студент говорит, ты верный студент. Я еще не успел еще узнать. Вы же находитесь в процессе, правильно? То есть вообще вам предъявить претензии вообще нельзя никому. Это невозможно стало. Вот, разумно, как вам предъявить претензии. Вы стараетесь, если вы еще не успели. И все. Поэтому нет у нас виноватых студентов. Виноватых только мы, преподавательская школа. Михаил Васильевич, что у нас таких студентов было в обществе? Это порога. Я признаю свой виноват. Я признаю свой виноват. Так вот, кто-нибудь немножко языки-то знает? В латинском языке, знаете, нет? Представляете, мне учились, в латинском языке. В латинском языке, знаете, коммунист, знаете, что значит? Коммунист. Понимаю, не представляю. Что значит? Овощи. Овощи. Коммунальные квартиры, знаете, что такое, там, где все, что вы вместе. Коммунальные. Коммунальные полтежи. Слышали? Коммунальное хозяйство. Это что значит? От чего идет? От какого слова вообще? Общие, да? Коммуны были векции. Парижскую коммуну слышали? Слышали? Кто это коммуна? Ну, все решают. Или вот он решает, а все остальные выполняют. Красно-белые решают, а все остальные серые выполняют. Это коммуна. Или как-то все решают. То есть, коммунис означает, в переводе на русский язык, общий. Надо запомнить простую вещь. Не забирать с любого условностей. Коммунис означает общий. Если в общих интересах, значит, это коммунистический способ производства. То есть, производство ведется в общих интересах. Но у нас есть люди, которые думают, что наши интересы не будут притворяться, а их будут. Тогда это уже будет не в общих интересах, а в каких-то интересах отдельных лиц или групп. Хотя бы это почти все общество было там, где-то одного человека. А нех ли думают, что коммунизм, или это как, да, просто много видений, хребла. Я с одним прокурсоведником прощался. И на память говорю, ну, коммунист у нас уже наступает. Он так удивился. Как? Да так, говорю, вот, Дели Пасху уже живет при коммунистике, обработает. Просто в разное время заходят коммунисты. Разные люди. Поодиночке. Раньше целиком потеряли, а тут, значит, просто поодиночке заходят. Ну, до вас как всегда не дошло дело. А, до них уже дошло. Вы смотрите на них. Может, когда-нибудь до вас, если на земле не дойдет, то на них. Вот эти товарищи, они рисовали, и я рисовали, а там брат, там будет хорошо. То есть мы не умрём, а мы полетим. Кто? Вот все, кто так вот живут, которые не богачи, они будут где-то в район. А чем плохо вот капиталистам нынешним, коллегам жизни? Чем плохо? Потому что им дорога в рай закрыта. Как написано в Писании. Да легче верблюда управлять через игольное ушко, чем богатому попасть в рай. Вот теперь поймите, как им тяжело. У них шансов нету туда попасть. Пусть они счастливы будут. Ну, а вы уж там будете налетаетесь мимо этих райских яблочек. Правда, зубов у вас не будет, и рта не будет. Души будут только летать. Ну, ну, поглядите хоть на них. В них приустраиваются там, где весело и жарко. Ваше. Во всяком случае, богатым вход в рай. Они прямо написаны, все. Это же святое Писание. Вон, идеалисты вам скажут, что это самый главный книг. И выше ее нету. Вот. Так что... Так что надо понять им, как им тяжело. И приходится здесь отдуваться как-то. На этой прямой земле. Так вот, коммунизм означает общее. Значит, всего два коммунистических общества есть. Или первобытный общий коммунизм, когда общность была связана с тем, что не ради этой производительной силы, и выжить могут только люди сам, общак, и вместе, и заодно, и в общих интересах родились. И наоборот, когда такие производительные силы, что они не нуждаются в отдельных частных собственниках, на самом деле. Что они, эти, могут действительно развиваться быстро, когда управляет им общая общество. Ну вот, нам очень... В России нам это изучать легче, чем в других странах. Потому что какие были темпы роста лучше в Советском Союзе, или в России, ну какие сейчас темпы роста? Какие нарисует штат управления, которое для того, чтобы оно рисовало эти темпы роста, кому подчинение отправили? Стат управления не за всем этом. От вас независим он теперь полностью, и от меня. Он зависит только от Министерства экономического развития, куда подчинение поставили штат управления. И темпы сразу стали выше. А дураки думают, что надо машины внедрять, на УИТ, на МТП. Ну это люди просто тратят деньги, интересно, на что. Ну и как темпы роста, если сравним? Какие темпы роста, допустим, были в производительности труда в СССР в 50-е годы? Какие? Сказать? 10% в год. 10%! А сейчас, если 1,10, если есть, то все хорошо, в производительности труда. Ну а темпы развести экономики. Мы же на втором месте были, в мире, в Советском Союзе. И по производительности труда нас отгоняло только США и Францию. А сейчас? А сейчас у нас другие родители, страны такие, как Бразилия и Южная Африка. Ну там тоже будет хорошо. Тепло. Ну вот, следовательно, всего два типа общества. Или основаны на генеральных противоречиях, иначе не выжили. Или настолько развиты, что частная собственность является помехой дальнейшему развитию. Почему? Потому что существует объективное противоречие не в головах, а противоречие существует в экономике. Между общественным характером производства, при капитализме, и частной формой присвоения. Все. Вот перечисляйте страны, в которых сделан этот ваш телефон. Много стран. Много стран. Правильно? Даже трудно найти что-нибудь такое, что относится только к одной стране. Правильно? Вот микрополит, который записан. Черт знает, где он. Где он сделал? Не знаю. А? В Японии жарко. В Японии, наверное. Японцы думают о чтении лекций. Записи. Вот, например, американцы нам кока-колу привезли. Кепси-колу привезли. А как они ее привезли? А такие маленькие, такие бутылочки, которые потом, пластмассу потом... Надуться, будут большие уже. И концентрат. Вот водичкой раздают этот концентрат. А состав кока-колы нам не сообщают. Чего мы пьем? И честно. То есть, производство стало вообще мировым. Каждый участвует в общественном производстве. Если он не бездельник, конечно. То есть, все работают на всех, и все на каждого. А получают только некоторые. Спрашиваются, с какой стати? Ну, видимо, вам не надо, если вы не требуете. Если рабочий класс не сорганизовался, не потребовал для себя то, что ему положено. И взял власть, значит, он не вырос до этой власти. Вот и все. Вот как вы думаете, ли вы внезапно взяли и передали бы рабочему классу России власть? Что было бы? А вы же бы самому капитализм не вдержал бы рабочий класс. Почему? Ну, если люди месяцами работают без зарплаты, или не плаганами работают. Вроде мы объяснили, что вы живете не при крепостничестве. Вот если крепостничество у нас строит, когда летит, а у вас нет ничего, голода. Я вам помогу, помещу. Вот вам крошамбары, вот вам пыль и кришки. Ну, а для детей встречу, когда будет выражать в воде. Ну, пока-то, но вы же рады, что не умрете. А так бы можно. Это катализатор. А если из этого катализатор? Ну, а если кто заболел, ну, так он надо его туда. В случае его не оформлять, тресек не оформляет, сарабы, туда. Снести там, аккуратно, положиться, за пределами места. И все. И никаких величений, никаких ненадоидностей, никаких ненадоидностей, никаких ненадоидностей. Так и делается. Так вот, рабочий класс на сегодняшний день показывает, что целый ряд коллективов продолжает работать и мне платят. А капитализм, это же хорошее общество, по сравнению с капитализмом, если у нас капитализм. Значит, вы договорились, будете у меня работать. Я вам не плачу. Значит, договор. Я... Вы работаете, я плачу. Я не плачу, вы... Вы не работаете. Нет, я вам не плачу, а она работает и работает. Я думаю, хорошо, может быть, вы тоже такой же работаете. Давайте идите ко мне, которые будут работать, когда я не плачу. И таких тьма. Еще и валяется, говорит, как это, иначе меня уволит. Ну, ты что, рабом будешь настоящим? Хуже крепостного. Ну, крепостного хоть с посуды потом отказывают, а здесь-то ничего не дайте. Вообще люди платят. И они... Кто почку хочет отдать, продать, кредиты вляли. Для того, чтобы... У нас, вот, Дмитрий Росов, три месяца не платили. Через три месяца, почему-то, хотя, дорогие товарищи конфликторики, вы знаете, что написано в 142-й статье Трудового ухода коротей? То есть уголовного вы не знаете, а только вы тоже не знаете. Там написано, что если вам в 15-й день не заплатили зарплату, надо написать бумажечку, отдать администрации, что я приостанавливаюсь, не останавливаюсь, приостанавливаюсь, как бы, не могу, если я приостанавливаюсь. Я приостанавливаюсь, я приостанавливаюсь, выжить вашу лекцию. И я уже ничего не властную, разорвляю. Приостанавливаю. А сейчас вот, когда приостановка закончится, я снова буду слушать. А сейчас у меня в голове мысль пошла. Я не могу сейчас слушать, пока эта мысль не завершится. Потом она завершится, и я снова буду слушать. Да? Приостанавливаю. Ну вот, приостанавливаю работу, то выплаты зарплаты. И все, отдаешь. И можешь себе читать «Капитал Макса», «Трудовой кодекс». Что хочешь? Роман. А можно пойти там, а можно пойти зарплату получать пока, другую, на другой работе времени. Поскольку вам важен приклад, письмецов. И письмин вам сообщить, урожайная, дорогая, выходите завтра на работу, потому что вам завтра будет выплачена зарплата. Это в кодексе написано, на него не будем обойтись, в том числе, рабочий класс, по-моему, бороться. Чтобы такие пункты были. Не используются. И предлагаю, которые будут, ну что ты с ними будешь делать, что ли, как можно этим людям дать власть? Во-первых, власть не дают, ее берут. А у грецын даже дать, все равно потерять. В общем, проблема. Ну вот, так вот, два у нас типа общества. Получились две формации коммунистических, это первые коммунистические, это первые коммунистические формации. А у нее два этапа. С родимыми пятнами, не древый коммунист, не испелый и получий коммунист. Как называется неполный, неполный коммунистический? Социализм. То есть нет такого формации социалистической, нету. И нет такого способа производства. Социалистический, есть коммунистический способ производства. Но первый фазер называется, и можно его называть социализмом. Маркс никогда так не ведал. Ленин называл. А Маркс просто вырушил две фазы коммунистического. Всего три ступени проходит новое общество. Переходный период от капитализма к коммунизму. Потом коммунизм неполный, незрелый, с родимыми пятнами капитализма. И полный коммунизм. Вот все, три фазы. Ну и остается три частно-социалистические формации. Все основные, какие? Робовладимы, капитализм и капитализм. Они отличаются. Чем они отличаются? Это разные средства производства. Правильно? Рабы. Представляешь себе, если только мотыгой работают. Рабы. Палкой да мотыгой. И вручную все собирают в виноград. Еще вот сюда вешали им такой деревянный воротник, чтобы они не ели тот виноград, который собирают. Сейчас такого нет. Сейчас говорят, есть ли сколько хотите, а многое все равно вы не съедите. Все и будете собирать. Второй строй феодализма. При феодализме появились уже, начали появляться машины. Почему? А потому что при феодализме работник не только работал на барщине, на барщине, на своего хозяина, но у него был кусок земли, данный ему парень, на котором он сам выращивал, сам решал, что производить, сколько производить, как и так далее. Поэтому он был заинтересован. А почему на барщине был заинтересован работать хорошо? Потому что иначе отрежут у него кусок земли или не дадут. Земля-то принадлежала всякому. Помещикам. Само слово помещик что значит? Поместье, поместу. Вот место принадлежит помещику. А это все крестьяне, а они принадлежат помещику. Их можно продать. Купить, продать семьей, землей, без земли, без семьи. Нельзя только их убивать. Рабов можно, а крестьян нет. Вот другой способ производства. Здесь не свободный работник. А потом работник становится полностью свободный от всего. От всего. Раз он полностью, это абсолютная свобода от всего. То есть у вас ничего нет. Если вот вас не возьмут на работу, все, вас не будет. Вот раньше вы были не свободны, студенты, я имею в виду. Потому что студенты в Советском Союзе заканчивают пятый курс, специалисты они. Они специалисты, недоколавры. Учились пять лет. Чтобы они могли, а, в аспирантуру поступать. А вам нельзя. Дескать, идите снова в магистратуру, там два года. Пусть вас родители кормят, или сами работайте. Раз. Второе. Значит, вот эти самые специалисты, они, если они учились на отлично, они могут быть решением ученого совета, освобождены от распределения. И могут идти в аспирантуру, куда хотят. А их с руками и брали, это самые лучшие ученики, студенты. Их и брали. А все остальные подлежат распределению. То есть государство обеспечить должно было каждого молодого специалиста рабочим местом. Не примерно так, а то закончите и куда хотите, летите. Только не знаете, где исчезли. А так вы должны были попасть по специальности на работу. И там вы защищены законом о молодых специалистах. Это какой закон? Это значит, что вас нельзя уволить вообще, что бы вы ни делали, как бы вы ни работали. Будете плохо работать, все равно вас не уволят. Молодой, потому что. Ну, может, он потом научится. Нельзя уволить молодого специалиста. Раз. Квартиру дают жилье. Молодому специалисту в первую очередь всех раздвигают. Жилье. А то жилье, которое у папы с мамой, на вас. Бронь. Если вы решите через три года вернуться домой, пожалуйста. Если вы решите остаться, вот тогда броня снимается. Уже никто для вас это родителям остается. То есть, полностью было гарантировано обеспечение рабочего места молодым специалистам. А сейчас вы абсолютно свободны. Что это значит? Надеемся, что вам повезет. А кто меня повезет? Ну, фортуна. Фортуна довезет меня до нужного места? Хорошо. Что вы так грустно смотрите? Это приключение. Теперь у вас приключение было. Буратино, больше всего, это страшные приключения. Вот оно и заготовлено теперь. Вот. Значит, вот три способа производства. И, соответственно, три формации. А в каждой формации имеется экономический базис. Это способ производства. И политическая и идеологическая настройка. А что такое политическая и идеология? Это государство. С его идеологией. А государство? Государство – это что? Мы об этом будем подробнее говорить. Но государство – это организация силы для сохранения существующего порядка вещей. А в чём порядок вещей состоит? В том, чтобы обеспечивать интересы экономически господствующего класса. Государство – всегда орган класса. Без класса государств не бывает. Общенародных государств не бывает. Вот у нас КПРФ ходит с шарфами народность. Нет таких государств народных. Всего государства. Четырёх типов может быть. Рабовладельческое, феодальное, капиталистическое и социалистическое. В высшей фазе коммунизма государство не будет. Нет, оно отомрёт. Почему оно отомрёт? Потому что государство – это позитивная сила. Но позитивная, как отрицание отрицания. Она борется с отрицательными явлениями силы. Но если нет отрицательных явлений, вот скажем, у нас вот уже поторопились. У нас есть серийные убийцы, которые по сто человек могут убить, зарезать. Отменили смертную казнь. Ну, то есть, не совсем отменили. Она у нас в уголовном кодексе есть, а её не применяют. Мораторий мы согласились, так сказать, в Европе написать. Всё, у нас мораторий. Придерживаемся моратория. То есть, он убил с помощью человека, но их всё равно уже нет. А его-то зачем тогда казнить? Не надо его казнить. Поэтому у нас эти убийцы распоясались. И вы видите, что убийцы у нас идут постоянно. Их много. С помощью мер принуждения государственных нельзя уничтожить само явление. Можно его пределы сократить. А если не будете их применять, то будут они разрастаться. Ленин приводил слова такого социалиста Поля Галлея, что пусть смертную казнь отменяют господа убийцы. Нет убийц, нет смертной казни. То есть, он как бы есть в законе, но никто её не применяет. Почему? А потому что никого не убивают. А что же получается? Убивают, а смертный казнь не применяется. И тогда мы с вами в неравном положении. Вот я выйду с факультета, меня убьют. Тот, кто будет меня убивать, точно знает, что он меня убьёт. И он же точно знает, что его никто не убьёт. То есть, неравенство получается в пользу убийц. Дескать, ну что, этих всё равно уже нету, а он живой. Давай день выбора. На суде над убийцовским маньяком судья спрашивает, вот вы убили 70 человек. Зачем вы это делали? А он говорит, я не 70, а 100. Не знаю, говорит судья, у меня в процессе проходит 70, это выглядит. Так зачем вы это делали? Я говорю, я лучше чувствую. А он приглашал убийцовский лесопару, брал с собой бутылку и молоток. Приглашал только знакомых. Ну, приятельских отношений, не близких друзей, приятельских, хороших. Пришли вместе погуляли, потом друг достаёт молоток, разрывает череп, вставляет туда эту бутылку и сбрасывает блюк. И человек растворяется. Первый раз он это сделал и 9 лет суждал, не поймают ли его? Его не поймали. Потом началось, вот он превратился в серийного убийцу. Ну и таких, к сожалению, немало. От комсомольской правды писала, что на них тратится, на содержание их пожизненно 30 тысяч долларов в месяц. Так что, если у кого-то детей убьют, то родители будут всю жизнь платить и кормить этого самого убийцу. Потому что, как вы понимаете, кто работает-то будет на это? Работают будут трудящиеся. Поэтому государство может выполнять позитивную роль, если оно борется с негативными явлениями. Само по себе насилие, конечно, позитивной силой не является. Само по себе. То есть оно... И вот государство, которое борется, оно отмирает. А если его отменяют раньше, это только приводит к всплеску убийств и всплеску антиобщественных явлений, нарушений. И вот всего мы с вами имеем пять общественно-экономических формаций. Две последних имеют две фазы. Каждая. Капитализм имеет две стадии. Капитализм свободной конкуренции конкуренции и империализмом. И коммунизм имеет тоже две фазы, две стадии. Низшую, которая называется социализм, и высшую, полный коммунизм. Вот такая картина. И вот это вот рассмотрение общественного развития, как движения от одной формации к другой, это историко-материалистическое рассмотрение развития и движения истории. Спасибо за внимание. Продолжение следует...